От нас только что ушла, ушла местный житель, но поговорить не с кем, кроме как с телевизором. Не, ну слушай, ты бы смог жить вообще вот так? Блин, ну я столько лет в обществе уже живу, наверное тяжело бы это. Слушай, если социум вот так вырваться, да, и ты целыми днями один, максимум с кем ты можешь поговорить, это там куры, гуси, допустим, собаки и телевизор, я бы, наверное, съехал бы. Я думаю, это хорошее время, чтобы так книжки почитать, но на время, а постоянно, наверное, не знаю. Не, на время это летом приехать, когда все цветет и благоухает, и ты такой еще книжечки читаешь, рыбалочка, вот такие всякие вещи, это да. Ну же тебя, прикинь, зима, у тебя, грубо говоря, вообще зимой, ну, ну сколько световой день, тут вообще сейчас декабрь. Световой день самый короткий, ты только утром проснулся, кур накормил там еще кого-нибудь, кто там у нее еще есть, собак, и все, а, корову. А потом посмотрел сериал, и уже темень. А, интересно, электричество хоть есть здесь? Ну, вроде, а, да, кстати, точно, проводаж вон еще как раз есть. Просто есть у нас одна деревня, где вообще нет электричества. Так, а у нас, короче, дебиловедение. Где его можно было снять, да, когда здесь. За то время, сколько я нахожусь на ютубе, я встретил такое количество даунов, от которых просто кровь стынет в жилах, и некоторых охота обоссать, некоторых охота просто убить, а над некоторыми охота поржать. Недавно я снимал видео, ну, как недавно, года два назад, по поводу того, что... Ну, в общем, я сделал такое предположение, типа, так и так, наши легендарные музыканты, типа, Клинский, Горшка, Летова, ушли вовремя. Потому что, если бы они существовали сейчас, то в рамках современных фейсов, оксимиронов, твоих любимых, там, и прочих, они просто утонули бы вообще в небытии, они были бы никому не нужны со своей философией. Ну, я представляю, сейчас летом будет петь «Вечная весна» в одиночной камере. Кому это будет надо? Раньше школьники от этого тащились, хотя бы кто-то из них это понимал, это было круто. А сейчас, конечно же, лучше послушать фейса, и там, как он там поет, сосал у Трампа. Ну, в общем-то, что-то про отцосы у Трампа были. «Я ебал твою тёлку», вот такие вот всякие темы. Конечно, если сейчас люди слушают это, то они вовремя все ушли. И вот у нас Юра Говоров под этим видео пишет. Клинских занимался чёрной магией, собственно, и признал своим негативом тёмные силы. Ну, это общеизвестный факт, конечно же. Это же все знают, что он занимался тёмной магией и призвал тёмные силы. А Цоя убили бандюганы, потому что он не хотел на них работать. Девяностые же. Вот это тоже мы, кстати, все знаем, потому что у Цоя были вот жестокие тёрки с бандитами и с новыми русскими. Тут, чувак, ты прав, абсолютно, Юрец, ты просто молодец. Раскрыл нам, наконец-то, глаза. Ну, а Летов не так уж и рано ушёл. Да, и новых песен особо не писал. Ну, я подумал, что каждый год, грубо говоря, выпускал какие-то альбомы, какие-то перезаписи. Зачем сняться сны, долгая счастливая жизнь, там реанимация. Ну, конечно, новых песен он не писал. А то, что оставил нам завещание о виде, зачем сняться сны, это как бы не в счёт. Но ты прав, чувак. Вот ты, если будешь это смотреть видео, ты абсолютно прав. Ты просто охуенен. А горшок наркоман, да и вообще не панк. Настоящие панки не доживают до 30-го. Как я в предыдущем видео говорил, по поводу того, что фаны киша идиоты. И там привёл пример одного чувака, который рассказывал, что вот раньше были панки, они срали и блевали на лестничных площадках, бухали и так далее. Вот, вот, чувак воспринимает панков именно как вот таких вот личностей маргинальных. А в наше время таких людей нет. Ну, естественно. Слава богу, сейчас никто на лестничных площадках не срёт. Потому что хоть домофоны поставили. Навальный придёт, наверное, домофоны уберёт. Ну, хрен его знает. Ну, хоть Путин молодец постарался. Да, да, наконец-то, да. Он же, ему вопросы задают, мне больше всего прорекал. Это прямой эфир. Он такой, а что вы сделаете с зарплатами учителями? Я говорю, я что повышу? Там, в три раза, допустим. А почему не в пять? Там, чик. А что будет, типа, вот, мы платим налог на автомобиль? Я говорю, что я его отменю? Такой, блядь, смешной. Мы производим машины. Закроем производство машин. Мы закупим за рубежом. Так. Согласен с автором, что все вовремя ушли. Кстати, БГ шняга шняжная. Ну, тут вообще никаких даже сомнений не возникает, что Борис Борисович, основатель, можно сказать, нашего рок-н-ролла, человек, который до сих пор держит марку, который выпустил не так давно просто фантастический альбом, который называется «Соль». Конечно же, шняга шняжная, чувак. Ну, естественно. Я просто, я даже не представляю, кого он слушает вот этот чувак, как ты думаешь? Ну, наверное, Фейс. Ну, хотя он на рок-канал зашел. Может, и не Фейса. Хрен его знает. Так, дальше у нас. Мадияр и Брайбеков. О, Мадияр, здорово. Конечно, лайк. Ну, я хз, но ты красавчик, умеешь мысль выразить. Бля, никогда не писал комменты, но что-то в тебе есть. Ну, давай, даю шанс тебе успехов. Рок-мир лайк. Ни одной запятой. Еще, блин, ничего. И самое, вот, никогда не писал комменты. Как меня это бесит, если бы вы знали. Вот, объясните мне, зачем писать. Я у Дудя, вот, смотрел интервью с Шевчуком, и у Дудя увидел точно такой же комментарий. Я 7 лет нахожусь в интернете и никогда не пишу комменты. Зачем ты это пишешь, чувак? Зачем? Объясни ты мне. Такое ощущение, если ты написал коммент, такой за 7 лет впервые, такой, Бог спустился с небес, чтобы мы, наконец, познали весь смысл бытия. И он такой раз спустился и написал коммент. И мы такие все прозрили. Нихуя. Чувак. Наконец-то он написал коммент. 7 лет я ждал, когда этот человек напишет коммент, и он его, наконец-то, написал. Это просто вау. Или ты важный какой-то, реально. Вот ты, вот, зачем вы это пишете? Вы считаете, что это показатель вашей крутости? Или что вы какой-то важный человек в моей жизни? Вот, это такой кретинизм. Вова, как ты на это вообще отреагируешь? Я не... Не, это, понятное дело, смешно, но когда ты без конца вот такое читаешь, типа, я никогда не писал комментарий, и вот, написал. Что это за хуйня, блядь? Ну, это целевая аудитория Фейса. Слушайте, почему ко мне одни люди от Фейса приходят? Почему твои альбомы? Походу, да. А я знаю, что ты альбом не выпускаешь. Слушай, а может, твой альбом не пути от Фейса не выпустил? Да, я просто как бы очканул такое выпускать. Думаю, а то люди не поймут и Фейс там. Я ебал твою тёлку, вот эти все дела. Так, теперь под видео, где Михалыч делал из полена гитару. Чувак написал, оператор ебаное быдло с тупыми шутками. А там шуток вообще никаких не было, с моей стороны. Я просто там говорил, что не нужно повторять за Михалычем, не нужно восстанавливать дрова, потому что лучше сидеть на жопе ровно и спокойно играть в игры. Я сделал отсылку к тем людям, которые этим и занимаются, а таких большинство. Я ей сказал, сидите, нихера не делайте, пожалуйста, играйте в игры, пусть создатели игр вас, извиняюсь за выражение, ебут в жопу и в рот, а вы ещё будете за них впрягаться, орать, что игры там, я из-за них. Я русский язык не знаю, конечно, но зато я английский выучил благодаря играм. И остальные вот эти наркоманские, понимаете, что наркоманы, что игроманы, это одно и то же. Что одни, одни. Вот одно и то же пишут одни и те же оправдания. И наркоманы. Одни и те же, типа, у наркомана спрашиваешь, типа, все наркоманы это дебилы, которые свою жизнь убивают и прочее. И они, ты не понимаешь, я изменяю сознание и так далее. Ты просто знаешь, что он сейчас это скажет. Когда ты говоришь игроману, что тебя создатели игр просто берут и ебут в рот и в жопу, а ты берешь и спокойно это все дело принимаешь, тебе это кайфово, ты еще жопу посильнее булки раздвигаешь и все. И они сразу, да я из-за игр выучил английский. У меня моторика повысилась. Такую хуйню пишут. Вот просто вот реально читаешь, людям задаешь один вопрос. Вот я есть такой я. Да? Я потерял хотя бы что-нибудь, не играя в игры. Вот хотя бы что-нибудь. А при чем тут ты? Ну, многие пишут, да, потерял, ты не выучил английский. Да знаю я, блядь, английский. Чего вы доебались до меня? У тебя моторика? Да нормальная у меня моторика. Да все у меня хорошо. Чего вы доебались? У меня времени свободного. Целая куча лишнего, которое я трачу, допустим, на снятие вот этого бложика или там написание новых песен. А они тогда сразу говорят, все, кто играет на гитаре, тратят время впустую. Все, кто пишут книги и читают книги, тратят время впустую. Все, кто смотрят фильмы, тратят время впустую. Вот одно и то же в пизду все. Поэтому, да, я оператор тупое быдло с тупыми шутками. Сергей Алимов, слушай, у Доли, раздельно, у Доли, свой канал, ты даже не имеешь права оскорблять группу Арии и Валерия Кипелова. А, это под видео про Кипелова. Ты некто, причем некто раздельно. Послушай, чел, ты не вправе унижать группу Арии, особенно Валерия Кипелова. Ты никто. То, 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 ты некто, то ты никто. Ну, мы уже об этом много раз говорили. Конечно же, я некто. Но хочу, Сергей Алимов, чтобы ты знал, некто, это, допустим, некто крутой. А никто, это вот господин никто. Ты никто. Ну, ты никто, кстати. Это тут железобетонно. Ну, ладно, хуй с ним. Я некто. Сергей Кошелев. Валерон реально обленился, ждал пизды, каблом, три раза слушал и нет не берет. А, это, по-моему, тоже под видео с Звездой и Крестой Кипеловым. Ну, согласен. Валерон обленился вообще до нельзя. Подумаешь, выпустил там целую кучу альбомов, спел целую кучу песен, дал колоссальное количество концертов и просто у него вышел не очень крутой альбом, потому что либо звезды не те, либо музыканты не те, либо вообще все вместе. Ну, конечно, обленился. Сергей Кошелев, тебе виднее. Ты у нас молодец. Валерон. Я помню, Валерка его назвал, там кипиш поднялся. Че, ты че с ним в бане пиво пил? А тут Валерон. Хуан Карлос Валерон. Помнишь такого чувака в Валенсии играл? Дэн Винчестер. Ёпте. ГО Гражданская оборона про The Matrix. Гражданская оборона про Матрицу. Я не, часто признаться, я не знаю, что Гражданская оборона говорила про Матрицу, тогда этой группы не существовало. Но если ГО это ГО, типа, и букву У забыл написать, это, короче, под видео, где я сходил на концерт Вадика Самойлова. Ой, извините, Вадима Самойлова, потому что если Вадика, ты че с ним в одной... Вадим Рудольфович. Да, Вадим Рудольфович. На концерт Вадима Рудольфовича. А то я с ним пиво в бане не пил. Да-да-да. Вот. И я сходил на этот концерт и сказал, вот я побыл на этом мероприятии, ля-ля-ля, и почему стоит ходить на концерт Вадима Рудольфовича. И у людей спросил, если вам нравится такой формат, то я буду на какие-то вот концерты ходить после Вадима Рудольфовича. Дальше, дальше вот по жизни, по своей, по месяцу, по году, не знаю. И буду рассказывать, стоит ходить на этот концерт или не стоит. И самый популярный комментарий. Давай про Матрицу. Вы ебанутые, что ли, блядь? Я порой просто охуеваю. Я сходил на концерт Вадима Самойлова. Я не был на Матрице. Может быть, схожу на Матрицу в свое время. Я не говорил, что напишите мне про какую группу еще мне вам там рассказать, побыть на их концерте. Потому что в Брянск приезжают люди не по вашему заказу. Давай про Матрицу. Давай про Рамштайн может, блядь. Сейчас он в Брянск приедет специально вот по вашему заказу. Я сходил и вам рассказал, стоит ходить на концерт Рамштайна или нет. Или сейчас вообще этот там Пол Маккартни, Джон Леннон восстанет и прочее. Там Битлз соберется, все там Ринго Стар и такие чпок приезжают. Я, почему стоит ходить на концерт Битлз и начинаю вот это все рассказывать. Боже мой, неужели? И этот комментарий там встречается очень часто. Я хуеваю. Чем вы, блядь, думаете, когда пишете? Еще и 25 идиотов взяли просто вот его и пролайкали. И опять подкипел. И Косово Поле сука, вообще обожаю. К чему написал Парадокс? Чувак, вообще к чему ты это написал? И Косово Поле вообще? Он походу до этого или в своих мечтах каких-то или в своих мыслях написал, наверное, что я там тварь, говно, я не имею права про Кипело вообще ничего не говорить, но не написал и выдал. И Косово Поле сука, вообще обожаю. Адольф Невпихуемый пишет про Илью Чорта, про пилота. Слушайте внимательно. Ты уебок с сучей, ты выблядок, слушал вообще его обосранные лекции Петуч. Что такое Петуч? А, ну да, 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 да. Ну Петуч, хорошее слово. Этот же дёнок мечтает об ассимиляции с китайцами и смотрел я, что ты про Металлику спизданул. А что я там про Металлику спизданул, не знаю. Знаток ты наш обоссанный. Типа это коммерческий проект. Ну да, это коммерческий проект. Они собрались изначально. Это общий, известный, исторический факт. Они собрались для того, чтобы сделать коммерческую успешную группу дебил. Почитай ты, блядь, даже в педевике. Там и то будет это написано. Петух, блядь, прежде чем кукарекать, прочитай биографию Джоэла МакКайвера. Сидит, блядь, пиздюшнее мозги промывает, пиздоболище обоссанным. Блядь, сколько можно быть обоссанным, чувак? Да хватит. Уже и так течёт. Любишь этого же дёнка, люби и жрать варёных младенцев. Сука! Варёных младенцев, которых жрали жёлтые обезьяны в ресторанах Москвы в начале двадцатого века. Ещё летовскую песенку про Ленина спой, которая уговаривала жёлтых обезьян жрать русских детей прилюдно, чтоб русские больше боялись лысого ублюдка и его пиздоглазых собак. Боже мой, в каком лепрозории вы просто находитесь такие? Что с вами там делают? Какие опыты проводят? Какие инъекции? Это капец. Ёб твою мать! Мир полон дебилов, отвечаю. Димас продакшн и князя обосрал. Такое ощущение, что ты всех обосрал. Во-первых, я никогда никого не обсирал. Ну вот, хочешь, я тебя обосру, чтоб ты понял, что такое обсёр, чтоб вообще все поняли. Когда я говорю про что-то, я всегда делаю это объективно. Я обязательно привожу какие-то примеры, провожу какие-то параллели, стараюсь быть просто максимально адекватным и объективным. А обсёр, ты знаешь, что такое? Вот обсёр, допустим, давай я тебя сейчас обосру. Вот ты, вот как сейчас чувак предыдущий писал, ёбаный петух, которого, там, я не знаю, я мать твою, на спине твоего отца, ты там, педик, которому я кончал там на лицо, и вот такие вещи, если я буду говорить, вот это и есть обсёр. Или что баба твоя шлюха, допустим, вот какие-то такие темы я буду задвигать, вот это обсёр. Это то, чего нет на самом деле. Ну, хотя я не знаю насчёт твоей бабы, но по поводу твоей мамки с папкой, конечно же, я этого не делал и на лицо тебя тоже не кончал. Ну, баба хрену знает, есть ли она вообще у тебя. Вот если я такое буду делать, то это будет обсёр. Если я скажу, допустим, про князя, что он как раз-таки какой-нибудь там гей, который сношается с бомжами, там, что-то вот такую, вот шляпу буду, это будет обсёр. А когда я максимально объективно стараюсь показать все плюсы и все минусы, приводя огромное количество примеров, это не обсёр. Это конструктивная критика. есть паблики в интернете, которые помешались на мне, и я надеюсь, что они всю жизнь будут на мне помешаны, я хочу, чтобы они всю свою жизнь потратили на меня, на беспочвенный, бесполезный хейт. Вот, они, допустим, там кричат, что я гей. Вот это и есть обсёр. Но это примитивно, это детский сад. Вот. Это не конструктивно, это не объективно, это просто поебанутому. Вот. Это и есть обсёр обычный. А я про князя всё говорил нормально. Я всегда про всех говорю, только с объективными какими-то примерами. Николай Ганин. Ещё один убогий чел, который пытается объяснить, почему ему не нравится группа, которая часть легенды, и к которой хочат прикоснуться многие, только единицы что-то пытаются высрать в Ютуб. Вот вам мой ответ. Идите вы нахуй, убогие критики, не добившиеся в жизни нечего. Нечего? Это когда нечего делать, допустим, да? А так ничего, чувак. Ещё и раздельно написал нечего. Вообще красавчик. Кроме сраного объяснения того, что даже не понимаю. Даже не помню, под каким видео это было записано. Вернее, написано. но это очередной чувак, который говорит о том, что я должен сперва набиться, но вроде как бы добиваюсь, чувак. Ну, конечно же, мои песни для тебя будут говно, но ладно. Следующий тоже Вигантас. Какой-то Вигант, хрен с ним. Ты есть кто? Давай не будешь судить. Мне нравится таких, как я, тысячи. Только некому не гори ок. Это пиздец. Вот, если в дурдоме будут учить детей, там, взрослых грамоте, то все равно люди будут лучше писать, грамотнее. Вот, ты просто не видел, как это написано. Это, вот, все с колоссальным количеством ошибок. Откуда вы вообще беретесь такие? Вот мы примерно из такой вот жопы. И вроде как нормально выучились, вроде нормально пишем, вроде бы нормально общаемся. Откуда вы? Мы из деревни, грубо говоря, это практически деревня, ну, большая деревня, один частный сектор. Населения много, но просто здоровенная деревня. И нормально выучились, нормально общаемся, понимаем вообще что-то. Я не, вот даже в более глухой деревне еще лучше учат, потому что, ну, вот я ездил во многие наши деревни, там говорят, что вот у нас, допустим, там первоклашек всего три. Вы понимаете, что такое три первоклашки? Это вас спрашивают каждый урок. И вы просто априори станете образованным человеком. Это же круто, даже когда мало людей. Когда там сидит 30 чем-то человек, конечно, ты часто пролетаешь мимо там и прочее. Тебя не спрашивают, могут и месяц не спрашивать. А тут тебе каждый урок как бы дрючат. Поэтому даже из самой замшалой, из самой темной деревни ты выйдешь образованным. Почему вы, блядь, такие не образованные? Вот я к таким обращаюсь. И таких просто огромное количество. Откуда вы? Вот напишите в комментариях, пожалуйста, вот напиши ты Вигантас или как ты там. Напиши, откуда ты, из какой жопы. Мне просто охота это посмотреть. Следующий чувак это Джон Траволт. Я, короче, с ним решил пообщаться специально для дебиловидения. Он пишет под князем. Интересно наблюдать за диванными критиками. Кстати, шкаф норм сейчас сравнимого по качеству не найдешь. Я ему пишу, а что такое не диванный критик? А что такое диванный? Диванный критик это человек, не имеющий собственного успеха в обсуждаемых им материалов. Чего, блядь? Человек, не имеющий собственного успеха в обсуждаемых им материалов. Что это значит? В материалах? Ладно. Пример. Человек, который не имеет слуха и не умеет петь. Ну, вроде имею слух, умею петь. Вроде успех какой-никакой есть. Обсуждает, вносит решения о людях, которые это делать умеют. Ну, вроде нормально. Вроде более или менее успех есть. Более или менее люди знают меня и слух есть. А в чем проблема? А не диванный критик это человек, который, типа, такой, на уровне князя, по его мнению, допустим, о князе может говорить только, допустим, ренегат какой-нибудь. Я ему пишу, ты хоть понимаешь, что твои ответы это уровень малолетнего дебила а-ля сперва добейся. Ну, судя по вашему ответу, ваш уровень мой не превышает, ну, естественно. И самое главное, да, прежде чем сказать, я наложил самую большую кучу, нужно сначала ее все-таки наложить. Вот как к этому можно относиться? Вова, ты его так считаешь, да? Ну, блин, как бы... Я просто ситуацию сейчас представил, собрали все наши эти, там, Шейчук, Кинчи, Вренник, Князь, и начинают друг другом обсуждать. И дальше. А на концертах все стоят вот так вот, да? Ну да, нормалек. Все будет идеально. Гениально, чувак. Ты просто молодец. Я прям супер. Так. Шарк Слеер какой-то, господи. Хованский просто отбит, и Горшок жив. А то, что Хова без Ютуба спится, спится, и будет ночевать в коробке, то это очевидно. Хова откинется скоро от Бухла и встретится с Богом и Горшком. Чувак, во-первых, как бы Горшок был атеистом, и многие мне кричат, когда я спел песню про него, что он был атеистом, поэтому как ты мог спеть, что он там обратился к Богу, и так далее. Поэтому, по словам хейтеров, ты уже дебил. Но это ладно. По поводу Хованского, я просто вообще убираю. Он уже купил себе трешку, трешку же он купил, да? В Питере. У него есть джакузи, хренузи, у него есть огромное количество денег, у него полностью вся обстановка, и прочее, прочее, прочее. Сейчас, я уверен, он собирает бабки, чтобы пересядить себе печень, и будет он бухать еще долго и счастливо. Поэтому, вот это вот, что ты написал, это полное говно. Так, Пи, Пениксида. Дебил конченый, как ты смеешь обсуждать Глеба? Глеба Самойла. Это последний рок-легенды, у него самая крутая группа в истории рока дизло, из Петуху, глаза осунувшиеся, осунувшаяся, у тебя жизнь падаль. Слушай, Водяна, некому неинтересного, который исполняет Глебову песню Петух. Вот почему я бешусь, потому что нечего, некому, это все вот вместо никому и там ничему вот люди пишут неправильно. Вот даже сейчас пару сообщений я прочитал, и вот все люди как трафаретные с лепрозория вышли и давай вот эту вот херню писать. Я просто сказал по поводу концерта Вадима Самойлова, что типа так и так на этот концерт почему стоит ходить, потому что Вадим там с ума сходит, бегает, прыгает, а Глеб частенько, особенно в провинции, это проверенный факт, выходит обсаженный, вот так на месте стоит, он даже гитару держать не может порой. И чувак вот мне сразу предъявляет, что типа кто ты такой, чтобы обсуждать Глеба Самойлова. Слушай, ну давай тебе привезут, допустим, ты заказал еду, ну не знаю, откуда-нибудь там суши себе заказал, роллы какие-нибудь, а тебе раз привозят, там вместо лосося внутри говно. И ты такой ешь, такой, потом пишешь отзывы, вы охерели мне вместо лосося говно. И тебе берет директор, пишет в магазин, это ты что охуел? Кто ты такой, чтобы нас обсуждать? Жри говно, блядь. Давай, бери вот так вот, ложечкой, и жри нахуй, еще и бабки нам за это плати. Вот так ты хочешь, чтобы это было? Дебил. О, ты сидвишес, ты баран, король и шут. Восклицательный знак. Сделали эпоху, два восклицательных знака. Долбоеб, два восклицательных знака. Гениально. Какую эпоху они сделали? Вот объясни ты мне. Эпоху сделало огромное количество групп в России. Та же Алиса, допустим, те же ДДТ, тот же Аквариум. А эпоху какую сделали, король и шут? Эпоху малолеток, которые бегают и ставят себе на аватарку горшка? Даже не хочу говорить об этом. Но, еще вчера на стриме была, о, вот она. Еще вчера на стриме была куча негатива про сигареты. Дескать, отовсюду удаляются видео с ними. Не удаляются видео с ними. Видео с ними не записываются, чувак. Это первое. Курение зло, никогда не пробуйте. Да, я об этом всегда говорю. Только вот, в оформлении канала, на картинке слева от надписи Константин Сопрыкин красуется как раз оно. Нехорошо, двойные стандарты. Если ты долбоеб, то ты, естественно, будешь писать такую хренотень. Я всегда говорил и буду говорить, что Сиги это говно. У меня буквально в паре, тройке видео есть сигареты. Я могу в каждом видео быть сигаретой. В каждом видео могу быть, как Хованский, допустим, он же в каждом видео с бухлом. Давайте я буду в каждом видео бухло пихать, курить без конца и прочее. Вместо этого я специально этого не делаю. Очень многие не знают, что я, допустим, там, ну, балуюсь вот Сигами. Так вот, я вам скажу, что курить это очень хорошо. Ты так же хотел, чтобы я все вывел, да? Раз у меня двойные стандарты. Окей. Курите на здоровье. Это приведет только к хорошим последствиям. Вы сдохнете, у вас будет рак, чего угодно, писька перестанет стоять. Но курите. Во-первых, это стильно. У тебя воняет изо рта, у тебя желтые зубы, ты постоянно выпускаешь никотин, потребляешь больше тысячи вредных веществ в организм. Ну, это охуенно. Это просто супер. Есть у меня там еще кто-нибудь? Нет. Все, закончилось. Итак, подрезюмируем. Весь мой выпуск был о том, чтобы показать вам, насколько охуенно курить. Это просто супер. Теперь из-за этого чувака в каждом моем ролике будут сиги. Еще бухать начну. Надо начать пить наконец-то. А то что, я не рок-н-ролльщик, что ли? Буду срать в подъездах, как панк. Наверное, так надо жить. А то у меня какие-то двойные стандарты. Я призываю людей не курить, а нужно курить. Вот человек мне доказывает, что надо курить. На аватарке у тебя стоит. Кстати, мне ее подарила партнерка, и мне эта шапка канала понравилась, я ее себе поставил. В общем, курите, тупите дальше в комментариях, будьте необразованными, играйте в игры, обязательно, тратьте свою жизнь на всякую хуйню. Это очень круто. Не читайте книги, не занимайтесь музыкой, ставьте на аватарку горшка, Летова, Кобейна и прочих. Все в вашей жизни будет хорошо. До новых синяков. Охуенно.